Внезапная вспышка пандемии 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 потребления внес свой вклад в развитие цифровой экономики. Таким образом, преимущества Китая заключаются в создании платформ и предприятий с прочной основой, которая всегда на шаг впереди. Китайский потребительский рынок огромен. В Китае проживает 900 миллионов пользователей мобильного интернета. Уровень спроса довольно большой. Так что теперь, когда сконцентрировались все силы под влиянием пандемии, я считаю, что Китай станет во главе нового витка глобальной революции в цифровой экономике и передислокации промышленности. Теперь у Китая имеются хорошие перспективы. Преимущество цифровой экономики Китая состоит в том, что сейчас сервис экспресс-доставки является очень удобным. В частности, когда во время китайского Нового года началась вспышка пандемии, курьеры и службы экспресс-доставки в холодных северных районах Китая продолжали работу, поддерживая таким образом жизнедеятельность своих граждан. Сейчас в Китае эпидемия почти прекратилась, была взята под контроль, возобновление производства также предоставило большое пространство для развития цифровой экономики. Кроме того, период распространения пандемии в мире и в Китае разный. На сегодня количество заказов от других стран сократилось, но благодаря онлайн-выставкам, заключению сделок онлайн и развитию трансграничной онлайн-торговли мы смогли организовать глобальные ресурсы и открыть международную логистику. Таким образом, перед цифровой экономикой открываются широкие перспективы. Термин «новая инфраструктура» впервые вошел в доклад о работе правительства в этом году. В докладе указывалось, что необходимо усилить строительство новой инфраструктуры, разработать информационную сеть нового поколения, расширить применение 5G, построить зарядные станции, продвигать транспортные средства на новых источниках энергии, стимулировать новый потребительский спрос и способствовать модернизации промышленности. Строительство новой инфраструктуры главным образом включает в себя сооружения базовых станций 5G, центры больших данных, искусственный интеллект, промышленный интернет и так далее, где во главе стоят новые мысли и концепции, которые приводят в действие технологические инновации и которые имеют под своим основанием информационную сеть. Это призвано удовлетворить спрос на качественное развитие, произвести цифровую трансформацию и интеллектуальную модернизацию. В краткосрочной перспективе новая инфраструктура будет способствовать дальнейшей трансформации цифровой экономики Китая и поможет заложить прочную основу для модернизации цифровой промышленности. Необходимо заложить прочную основу для цифровой экономики и увеличить инвестиции в новую инфраструктуру с цифровой инфраструктурой в качестве центра, то есть в базовые станции 5G и прочее комплектующие оборудование. Другой тип инвестиций касается строительства центра больших данных мирового уровня. Необходимо развивать экономику на локальном и глобальном уровнях. В то же время нужно обеспечить благоприятные условия для создания и внедрения законов и нормативных актов. Развитие цифровой экономики и адаптация к ней инновационной политики, а также поощрение добросовестной конкуренции между компаниями и инициатива правительства по выходу в интернет, означают, что оптимизация сотрудничества с правительством должна опираться на цифровые платформы для повышения эффективности функций государственных служб, что позволит создать хорошую деловую среду и мобилизовать частные и иностранные инвестиции. Стимулирование потребления также может помочь предприятиям, в особенности малым и микропредприятиям, возобновить работу и производство, получать заказы и модернизироваться. Существуют еще социальные управления, образование, медицина и другие отрасли, которые могут достичь цифровой трансформации благодаря широкому применению цифровых технологий. В настоящее время все еще существует немало трудностей в цифровой трансформации традиционных отраслей. Здесь мы должны улучшить осведомленность народа о процессе цифровизации. Традиционные отрасли промышленности с помощью цифровой экономики могут получить возрождение. В то же время мы заняли прочные позиции в глобальном промышленном разделении труда. Пандемия также породила новый спрос у граждан. Например, вырос спрос на санитарные товары, оборудование и услуги. Некоторое время назад многие наши компании успешно трансформировали свое производство и начали выпускать защитные маски, термометры, одежду и так далее, так как такое производство имеет преимущество традиционной китайской обрабатывающей промышленности. В будущем наша промышленность посредством интеллектуальной цифровизации сможет выйти на новый уровень. В то же время цифровая экономика интернета, первоначально разработанная для потребителей, передала импульс преобразованию производства через развитие промышленного интернета и введению структурной реформы производства. Таким образом, органичная интеграция производства и потребления онлайн и офлайн значительно усиливает производственные мощности, персонализирует настройки, делает производство более гибким и популяризирует интеллектуальных роботов, а также повышает конкурентоспособность и снижает затраты предприятий. Цифровая экономика Китая все еще находится на начальном этапе и имеются некоторые проблемы, связанные с неупорядоченной конкуренцией, в особенности проблемы с безопасностью интернета, интернет-атаками, мошенничеством и так далее. Это все показывает уязвимость нашей сетевой политики, поэтому необходимо ввести соответствующие законы и улучшить законодательную политику. В то же время мы должны бороться с киберпреступностью и защищать права соответствующих объектов. Законы и нормативные акты позволят определить права и обязанности объектов, чтобы регулировать конкуренцию на рынке и обеспечивать благоприятные рыночные условия. Для Китая 2020 год является особенным, а для цифровой экономики Китая он может стать знаковым. Цифровая экономика призвана трансформировать экономику Китая. Китая — это исторические перемены в жизни страны, которые изменят Китай и мир. Китайские компании, внедрившие цифровую экономику, обслуживают в основном местный рынок, а в международном масштабе они представлены довольно незначительно. Эти предприятия должны модернизировать свои технологии, услуги, маркетинг и другие аспекты, чтобы успешно выйти на международный рынок. В процессе реструктуризации глобальной цепочки поставок иностранные инвестиции и международная торговля Китая получают новые возможности. Мы должны воспользоваться данными возможностями, чтобы разработать разумный промышленный план, в особенности сейчас, когда страны одного пояса, одного пути стали нашими ключевыми партнерами. Страны ОСИАН являются нашими главными партнерами. Нам нужно расширяться и выходить на новые рынки и новые отрасли промышленности, используя цифровые технологии. В последнее время можно заметить, что многие компании проводят видеоконференции посредством электронных платформ. В будущем необходимо развивать трансграничную электронную торговлю. В особенности важно сосредоточить глобальные ресурсы и информацию на наших платформах, чтобы участники рынка могли получить выгоду из этого. В то же время нам нужно следовать тенденции в отрасли реального сектора экономики. При строительстве цифровой инфраструктуры некоторые из наших ведущих компаний могут расширить свой зарубежный рынок, улучшить свое техническое обслуживание, построить маркетинговую сеть и так далее. Я считаю, что глобализация нуждается в дальнейшем развитии. Есть мнение, что пандемия может помешать глобализации. Но я думаю, появятся новые возможности, что приведет к рождению новых путей для сотрудничества. Нам нужно расширять инвестиции в новую инфраструктуру, в основе которой лежит цифровая экономика, строить объекты и расширять спектр их использования. Главное в этом создать хорошее политическое условие или среду главенства закона, а также изменить концепцию и повысить качество участников данной инфраструктуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова